И пока педагоги мерялись с талантами в Касторинском районе, в Курчатовском молодежь училась переживать эмоции. Посмотреть в лицо самому себе, взглянуть со стороны на общение с близкими, научиться делать осознанные выборы и отвечать за поступки. Казалось бы, обязательные вещи для каждого, но и им нужно учиться. Как, рассказали организаторы второго образовательного лагеря «Психология средствами театра». Моя коллега, кстати, театральная актриса Юлия Абрамова, взяла некоторые приемы на заметку и сейчас ими поделится. Что важнее, жизнь одного, но самого близкого вам человека, вашего ребенка или десятки судеб? Притча стрелочники, который пожертвовал сыном ради спасения пассажиров целого поезда, легла в основу тренинга нравственных переживаний. Ребята не просто обсудили историю, они примерили роли на себя. В театральном этюде попробовали прожить эти жизни и только потом ответили на вопрос «А как поступил бы я?». Цель этого тренинга – это погружить людей в состоянии нравственного года, нравственного переживания. Потому что ценности формируются только через переживания. ПСТ-2015 собрал в Курчатовском районе около 30 молодых людей, вдвое меньше, чем в прошлом году. Но урезанный состав позволил качественно изменить работу в лагере, поставить новые цели и сделать первые шаги к их достижению. Это думающие люди, люди, думающие о судьбе нашего государства и желающие что-то изменить. А как мы знаем, для того, чтобы что-то изменить вокруг, нужно начинать с себя. Начать с себя в прошлом году попробовала и Юлия Трифилова. Случайно узнав о лагере, девушка решила приехать. Тогда глубоких целей и далеко идущих планов еще не было. Я впервые приехала в лагерь, очень удивилась. Поскольку считала, что я самая умная, я знаю, как жить, все прекрасно, у меня в жизни все замечательно. Я приехала, ну, так в палаточке, пожить лекции, послушать. С первого же дня выясняется, что не очень-то я умею жить. Косяков у меня очень много. Вот, я растерялась, я расстроилась. Потом подумала, ну, а что, расстраиваться, надо исправлять. Исправляться помогают не только психологические тренинги, не только азы актерского и режиссерского мастерства. Настоящий кладезь жизненного опыта – классическая литература. Правильно прочитанная и осмысленная. В этом году по полочкам раскладывали героев чеховской чайки, а потом собирали заново. С новыми монологами, но старыми идеями. Мы их устами пытаемся донести ту истину и те проблемы, которые есть в нашей повседневной жизни. При этом мы ищем ответы не где-то на стороне, мы ищем их ответы в нашей культуре, потому что они там уже есть. Ребята признаются, эти семь дней станут не просто одним из воспоминаний уходящего лета, а хорошим толчком к дальнейшему саморазвитию. Они получили возможность расширить свое представление о мире, свое представление о будущем, свое представление о науке, свое представление о духовной культуре России. Я надеюсь, кто-то из них унесет отсюда чувство долга. Чувство долга перед нашей страной, перед нашей культурой. Юлия Абрамова, Андрей Дегтярев, Телеканал СЕИМ. Ребята, расскажи.